Верховный Зоолорде Перед началом видео прошу поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Все эти действия чрезвычайно важны для продвижения Гайвер Вселенной в массы. Давние подписчики знают, что мне небезразлично эта вселенная. Ну а я начинаю. Алконфель или Арконфелл. Самое могущественное существо на планете Земля, во вселенной Гайвера. Является Верховным Зоолордом и командующим Совета 12, правителем всей планеты, основателем корпорации Кронос и просто уникальным созданием, предел сил которого до конца неизвестен. Но эту тему я затрону чуть позже. Алконфель. Был создан инопланетной расой под названием Уранус. Также их называют создателями или спустившимися. Главной задачей Алконфеля было стать лидером и предводителем всех зооноидов и людей на Земле, а также других 11 зоолордов. Их Алконфель должен был создать с течением времени. Они были обязаны стать генералами многочисленных армий зооноидов. Собрав всех вместе, Алконфель должен был отправиться с создателями в далекие уголки космоса. Но этому не суждено было сбыться из-за Гайвера. С предысторией Алконфеля и всей историей в целом вы можете ознакомиться в ролике, ссылку на который я оставлю в описании. Там подробно описано, что и как было во вселенной Гайвера. От самого начала и до последних глав. Я же возвращаюсь к герою видео. В человеческой форме Алконфель выглядит как худощавый молодой человек с длинными седыми волосами до шеи, элегантными заостренными ушами и желтыми щелевидными глазами. Его зоокристалл хорошо скрыт под его кожей и видим только тогда, когда активен. Он излучает сияющий свет под слоем кожи на лбу. В боевой форме Зоолорда Алконфель золотистого цвета с многочисленными кристаллами и гравитационными сферами, покрывающими все его тело. Каждый из них может излучать и светиться различными цветами. Вокруг Алконфеля виднеется мощная аура ярко-золотого цвета, чем-то напоминающая божественную. У него имеется множество остроконечных шипов, которые покрывают его голову, плечи, ноги и предплечья. У него длинные вытянутые плечи, похожие на выступы, а его зоокристалл является одновременно самым большим из всех зоолордов. В отличие от других зоокристаллов, которые преимущественно красного цвета и излучают красное свечение, у Алконфеля он темно-фиолетовый и светится фиолетовым свечением. Переходя к личности Алконфеля, то тут стоит сказать, что он отчужденный, а в его взгляде прослеживается глубокая безразличность и презрение. Это можно объяснить тем, что он совершенно уникален не только на Земле, но и, скорее всего, во всей Вселенной. Люди, которые окружают его и на которых он внешне похож, не вызывают у него никаких чувств. Как назначенный генерал армии зоаноидов, предназначение которых быть лишь расходным материалом, Алконфель был наделен сильным чувством ответственности и власти, но не сочувствием, состраданием или способностью к милосердию. Добавьте к этому тот факт, что он был оставлен своими создателями как опасный провал, вместе со всеми другими их творениями на Земле. Поэтому неудивительно, что он может казаться таким безжалостным и жестоким. Находясь в окружении более низких по статусу и уровню существ, он буквально насмехается над их никчемностью и беззащитностью, даже иногда удивляется, когда кто-то нападает на него. Алконфель — это не просто зоолорд, а оригинальный зоолорд, единственный в своем роде, созданный создателями, и поэтому его лучше всего описать как единственного настоящего зоолорда. Зоокристаллы других зоолордов были созданы на основе его зоокристалла, а их биологии и формы были его собственными копиями с некоторыми модификациями и отступлениями. Его зоокристалл также использовался для передачи в них силы и энергии. Из-за этого считается, что Алконфель обладает всеми способностями, что имеются у других зоолордов. Способностей огромное количество, поэтому я перечислю самые важные и те, которые он применял непосредственно в бою. А именно, телепатическое общение со всеми обычными зооформами и контроль над ними, кроме обычных людей, гайверов и потерянных номеров, невероятное владение телекинезом, излучение энергии непонятного типа, генерация чрезвычайно мощных силовых полей, способность легко переносить и перемещаться по слоям реальности, телепортация, биологическое бессмертие, ему более тысячи веков, но физических признаков старения не наблюдается. По всей видимости, Алконфель обладает передовыми знаниями в области биоинженерии и генетических манипуляций, переданных ему во время его создания инопланетянами, которыми он впоследствии наделит хмелькала Балкуса для создания зооноидов, гиперзооноидов и самих зоолордов. С самого начала, Алконфель представлен как очень умный и рассудительный индивид, накопленный за годы жизни опыт, дает ему невероятный уровень знаний о повадках и устройстве людей и других биологических форм. Данные знания помогли Алконфелю сначала создать Кронос, а затем за 400 лет подготовить 11 зоолордов и захватить всю Землю за одни сутки, установив на Земле свой новый порядок. Также Алконфель смог выбраться из черной дыры, которую создал предатель Рихард Гио, что, конечно, в теории невозможно, но он смог. Этот факт подтверждает его невероятный уровень сил. Вдобавок, он сумел отразить огромный астероид диаметром с Луну, посланный создателями для уничтожения Земли, перед этим испытав на себе болезненную псионическую атаку от Уранусов. Однако это очень сильно ослабило нашего золотого друга. С тех пор Алконфель на непродолжительное время впадает в спячку. С течением лет время пребывания в таком состоянии увеличивается. Данная особенность делает его достаточно уязвимым перед гайверами и зоолордами, но об этом никто не знает, кроме доктора Балкуса и Макарума Миробилиса. В периоды спячки Алконфель находится в специальной капсуле, которая восстанавливает его силы. Сама же капсула находится на доисторическом острове Силха, закрытого от взора людей. На данный момент целью Алконфеля является найти своих создателей и узнать ответы на многие вопросы, которые накопились за прошедшие года. Для этого был сконструирован космический корабль из полинских масштабов под названием «Ковчег». На сегодня у меня всё. Понравилось видео и ты узнал что-то новое? Ставь палец вверх, подписывайся на канал, смотри другие видео по вселенной Гайвера на моём канале. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!